Продолжение следует... 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 разлетелись накладывается на затем сепарированы опухоли окрыловедные мысль, мобилизация носового и нацелудочного сегмента и в дальнейшем вот так вот в данном случае производится упарение за 10 недель в чистую патушку для того чтобы проникнуть в верхнюю крыловедную ямку. В крыловедную ямку опухоли мобилизуется, сейчас в данном случае припируется верхнюю чистую патушку для отечения кровоснабжения опухоли, накладываются две другие клипы на нисходящую нобную артерию и глобочную артерию. То есть после дебаскорализации опухоли становится мобильной и опухоль перемещается в полус носа, а с полус носа носок лодку есть, что называется, в полном удалении. В момент клипирования нисходящей нобной артерии опухоль перемещается полус носа и производится его удаление, кровоотечения гемостаз и аппарата операционной полости. Эндоскопическое удаление уже в третьей стадии. Видоизменённое производится, видоизменённая операция под рейкером, потом сепарируется опухоль от крыловидных и нёмных мышц, далее производится резекция нацелальной пластике крыловидного отруска, затем производится сепарированный верхний поиск опухоли от основания крыловидных отрусков и выделение её от отруска из-за опухоли от опухоли, далее моделизация сегментов опухоли в крыловидном нёмных подвесочной ямке, затем смещение опухоли в компоненты носок лодку и осуществляется в эндоуральный удаление. Эндуральный, в зависимости от размера, это название удаление, то есть момент удаления опухоли, то есть момент смещения опухоли в носок лодку и сейчас вот структур на раннего опухоли через эндоуральный. Так, результаты эндоскопического удаления базальной распространённой ангиофибролы. Значит, вот картина распространения опухоли занимает носоглотку, проникает в ненавидную пазуху, вот носоглотка, в ненавидную пазуху, после операционной картины, после применения эндоскопической ординации ранее занят опухоли, анофтомической структуры свободно от опухоли. Коронарная и аксиальная проекция. Такая же ситуация представлена на этом слайде. Значит, это опухоль в здоровой стадии, до операции опухоли занимал полосу носоглотка, проникала в крыловидную ненавидную яму и пленавидную пазуху, вот это аксиальная проекция, и компьютерная томограмма космонтальной опухоли, ранее заняты опухоли, анатомические структуры, свободно опухоли. Результат эндоскопического удаления базальной распространения опухоли. Опухоль занимает основание черепа в дистрибктуре тела пленавидной пазухи и проникает в области фонамент ротунду. То есть это довольно-таки обширное распространение опухоли. И компьютерная томограмма представлена ранее занятой опухоли и анатомической структурой. Здесь они свободно опухоли. Ну, вопрос это крайне-интергранее распространение опухоли. Вообще-то это считается наиболее самой такой болезненной темой, потому что большинство рецидитов опухоли возникают именно в случае интракраниального распространения опухоли. Почему? Потому что используют инфекционные методы и позволяют удалить интракраниальный компонент опухоли. Многие большинство хирургов ограничиваются в субтутальной резекции опухоли. Оставшийся опухоль, текаль, опухоль и всей очередной ябки, реже того же на основании черепа рано или порно дает рецидит и тем самым улучшает в течение этого заболевания. Вот мы, значит, получили патент на комбинированный метод лечения. Это крайне-интергранее распространение опухоли. Это наше достижение медицинского университета. Также, как наш коллега до этого доложил, это височный глушной розыск, модифицированный розыск по фишу. Производится от этого очень глушной врага. Далее символирование кожного лоскута освобождается височная область. Здесь мы видим шкуловую дугу, чешуя височной кости, височной кости, а это сепарованная ложка. Дальше рассекается нижний челюстной сустав, и введение вот этот расширитель нижний челюстный смещается вниз. Рассекается ножка в подвисочную яму. Путем применения гор и микроскопа мы производим резекцию дна средней черепной ямки. Добавляем до фурамин артерии, на фурамин спину, откуда выходят средние индиальные артерии. Это нижнечерестная ветра и швейна. Здесь наши проецируются длинновидные кости. Снеся эту кость, мы достигаем фрагмент опухоли, который своим полюсом уходит в среднюю черепную яму. Опухоль, которая локализуется в длинновидной башке, это только латеральная сторона, после снесения этого сегмента обозревается. А дальше вот эта часть опухоли проникает в среднюю черепную яму. Ну вот весь компонент интеграниальный костонализации интеграниального компонента опухолю, то есть сепаровки от твердой мозговой оболочки. В дальнейшем операции происходит эндоназарный путь, то есть применяя эндоскоп. Ну, а техники этой операции я уже доложил ранее. Вот момент удаления, комбинированного удаления опухоли и после операционной картины пациента. Здесь представлен магный препарат, здесь интеграниальный сегмент опухоли, здесь экстраграниальный сегмент опухоли. Также представлены, например, там, огромные результаты интеграниального сегмента опухоли. Здесь вот мы видим опухоль, занимающую носоглотку, проникает в коверную область коверозного синуса. Вот здесь, да, акциальная проекция, это можно четко увидеть. Значит, после операционной картины, после удаления опухоли, дефект, откуда проникал в сердечеринку, закрыт височные мышцы, то есть свободный роток у хронотомических. И заключение. Разработан нами хирургический такт, как и фибро включает в себя проведение эндоскопической операции, в которой в зависимости от формы ротоку принимается или самостоятельно видимо в качестве эндоскопической ассистенции комбинации с микрохирургической операцией в основании черепа. Эндоскопическая операция, применяя в качестве самостоятельного метода, обеспечивает безоважную организацию опухоли, позволяет контролировать сосуды, питающие опухол, продвести радикальное удаление базально распространённого гетипро в комбинации с микрохирургической операцией основания черепа. Эндоскопическая операция обеспечивает мобилизацию экстракрориального компонента. Опухоли позволяют произвести полное удаление гетипро и распространённых гетипро распространённых гетипро в дополнительных процессах на лице пациента. Спасибо за внимание.